Приветствую вас! Если говорить о том, что вы могли написать не так, то бросается в глаза некоторые официальности, бросается в глаза некоторый такой, знаете, обломб, то есть в этом нет, по крайней мере я не почувствовал в этом теплоты, я не почувствовал в этом направленности на человека. Скорее здесь достаточно четко выражается то, что именно вам нужна эта дружба больше, чем, условно говоря, другому человеку. И когда вы, значит, пишите, что извините, что отвлекаю, данный текст не содержит какого-то подтекста и прочее, это всё, конечно, создаёт ощущение заученности. Да, то есть в этом нет душевности. То есть, может быть, вы и вкладывали в это эмоции свои и чувства. Я думаю, что скорее всего. Но, передайте, у вас их не получилось, это первое, да? Второе. Знаете, ну, мне кажется, нельзя в современном мире просто взять и написать, человеку, слушай, я хочу быть твоим другом, настоящим другом. Вот. Потому что это же так не работает. То есть, ну... Не работает это так, что вы написали кому-то, что хотите стать его другом. Хоп, вы стали его другом. Даже если человек другой захочет, чтобы вы были его другом, вы не можете стать его другом быстро. Знаете? То есть, для этого нужны основания, для этого нужен фундамент. А фундамента нет. Фундамент, он образовывается... На основе взаимодействия людей. И получается, что этого фундамента у вас нет. То есть, вы этот фундамент не выстраивали. Вы предпочитаете проскочить этот фундамент. Но если вы проскочите этот фундамент, условно говоря, то куда вы придете? Скорее всего, вы придете в подсаду, потому что есть ваше желание быть другом. Но вы говорите, что... Ну, условно говоря, что вам может там человек выговориться и прочее. Но вдруг это совсем не только, я думаю, вы это знаете, выговаривание в трудную минуту. И то, что вы предлагаете именно сразу, что называется, помочь, тоже в какой-то степени вызывает скорее вопрос. То есть, как бы... Понимаете, да? Я думаю, что если вы хотели стать человеку другом, то вам имеет смысл организовать с ним в первую очередь взаимодействие. И в первую очередь такое взаимодействие, чтобы человек видел, что вы его понимаете, что вы его понимаете, что ему с вами хорошо. Вот. Знаете? То есть, друзья, если это не романтические отношения, то друзья не надо, и друзья, чтобы проводить друг другу время, и проводить это время в принципе хорошо, естественно и прикольно. Вот. А так получается, по сути, что вы пытаетесь как-то это проскочить, и в итоге ничего хорошего не получается из этого. Вот. Кроме того, как я уже сказал, есть ощущение, что вы очень сильно хотите что-то и что-то для себя получить в этой ситуации. Вот. Не подумайте, пожалуйста, что это плохо, это не плохо, то есть, если свои потребности, это нормально. Наоборот в том, что надо разграничивать свои потребности и человеческие отношения, как мне кажется. Потому что, если этого не делать, то вы можете оказаться зависимы. Вот. Зависимы. Зависимы от людей, которые находятся рядом с вами, условно говоря. Вот. И как мне кажется, ничего хорошего из этого не будет. Потому что построить равномерные независимые отношения в таком раскладе нельзя. Следующий, следующий момент. Чувства вины. Я полагаю, что здесь, в принципе, можно выделить такой, на мой взгляд, важный аспект, как то, что вы по некоторым причинам, судя по всему, запрещаете себе злиться. Вот. Причина, по которым вы запрещаете себе злиться, очень важный, потому что злиться необходимо и выражают злость, так же, так же необходимо. Вы же почему-то запрещаете себе злиться, в данном случае, на этого человека. Потому что поступил он с вами, ну, действительно, не очень хорошо, то есть, ну, я с вами солидарен, что не обязательно обращать в ЧС, да, то есть, как бы, сразу. Можно, в принципе, просто, там, ну, обозначить свою позицию и так далее. Вот. То есть, то, как преподавательница ваша обозначила личные границы, мне это видится в какой-то степени, знаете, неуверенность, ну, неуверенность к себе, вот, некоторым бескультуре, неуважением к человеку. Вот. То есть, к вам. Вот. Потому что, ну, мне зависит от того, хочется, чтобы вы были, там, условно, ее другом. Или нет, да, все равно, как бы, человеческое отношение и уважение никто не отменял. Вот. Другое дело, если у вас уже был какой-то контекст, как бы, ну, какой-то опыт взаимодействия не самый такой вот приятный, да, и уже были некоторые конфликты, уже были какие-то проблемы, уже были какие-то, ну, столкновения. Вот. И, если так, то, конечно, то, что, то, как реагируют, условно говоря, преподавательные в данном, в данном контексте, да, это следствие, вот, того, что у вас уже было. Вот. И, соответственно, имеет смысл на это обратить внимание и посмотреть, а как важно, общение, откладывалось, там, условно, условно, до того, как вы ее написали. Вот. Вы говорите, например, что, что, ну, вы пишите, что не хотите ходить вокруг да около, а всё это, наверное, что не хотите ходить вокруг да около. То есть, что такое для вас вокруг да около, да? Вот. Эм. 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 Ну, вот. Эм. Как мне кажется, довольно важный момент в том, чтобы вы для себя это постарались зафиксировать, то есть, чтобы вы постарались зафиксировать эту историю, что для меня значат вокруг да около, вот, как я это понимаю, да, вот, потому что, ну, мне, например, показалось, что вы, вот, ну, несколько, как я уже говорил, да, ну, проскакиваете, ну, пытаетесь, пытаетесь проскочить вот этот момент с отношениями, условно говоря, вот, что не является чем-то, в данном случае, ну, позитивным для вас, вот, да, это важно, это важно, вот, но, что касается, вот, чувства вины, то с ним, как, там, за бредом, значит, злостью, да, то есть, вот, ну, вы запрещаете себе, образно говоря, злиться на человека, да, вот, ага, с этим можно поработать, чтобы эта злость была все-таки обращена, там, больше на самого человека, вот, а не на, там, условно, ну, а не на вас саму, грубо говоря, вот, потому что это, когда, ну, когда на вас саму, то это довольно-таки нелегко, довольно-таки тяжело, вот, ну, тяжело это выносить, и поэтому общаться вам так вот трудно, вот, а было бы, конечно, странно, если бы вам не было тяжело, вот, что-то, к сожалению, к сожалению, а здесь, ну, вот, такой момент, вот, в целом, вы вольны, конечно, поступать и говорить людям абсолютно все, что считаете нужным, вот, я не думаю, что мы, 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 ну, я не думаю, что мы можем вам как-то указывать, как вот тут, ну, ну, вести себя, там, что это, мне кажется, было бы некорректно, некорректно, вот. Ну, было бы неплохо, конечно, если бы вы старались соотносить из цели, да, то есть вот, то, чего вы, например, хотите по итогу, и действия, которые вы условно для этого используете. Потому что, чтобы добиваться определенного результата, нужно совершать определенные действия. Вот, если определенные действия вам не совершаются, то получается, что вы зря свою энергию попросили, и получается, что потом будет достаточно сильный откат. Так что чисто из такой человеческой любви к вам я бы рекомендовал, конечно, просто больше ориентироваться на человека, когда, например, вы контактируете с ним, и стараться больше говорить, наверное, на его языке, а не на своем, потому что ваш язык, человек, ну, с большей долей вероятностей может не понять. Вот. И, ну, или не захотеть, да, понять. Вот. И, в итоге, вам, ну, будет просто болезненно из-за этого, в том числе. Вот. Вот, наверное, так я бы мог вам ответить с точки зрения, значит, там, психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения своей классов и с точки зрения опыта, который у меня есть. Вот. Надеюсь, что вам в какой-то степени хотя бы это было полезно. Надеюсь, что вам в какой-то степени хотя бы это было интересно. Вот. Надеюсь, что вы сформулируете обратную связь на и мой ответ позволит вам начать работу над собой, если вы, конечно, этого хотите, если вы в этом заинтересованы. Ну, и я повторюсь, что с числом вины, да, можно и нужно поработать. Вот. То есть, сложности здесь, как мне кажется, нет. Если у вас есть такая, ну, если у вас есть желание поработать с чуть на вины, то поработаем без проблем. Вот. Удачи вам! Всего самого доброго! Удачи вам!